Здравствуйте! Так, время! Всё! Стоп! Молодцы! Всё! На самом деле, спрашивают, поставим майка. Ну, не просто поставим. Я однократно был такой. Нафига майка? Заправляем, не заправляем? Ребят, это не просто какая-то ретроградская ситуация, что так культурно, так красиво, так правильно, что не без того. Мало того, что, да, конечно же, есть базовая ситуация, что? Спортёр, противник видит, что? Ниже пояса не бить. Но есть ещё одна простая ситуация, когда для самого спортсмена, а именно, когда у тебя майка заправлена, то есть ты можешь трусы поднять на уровень нижнего ребра. То есть фактически это по уровню пупка. Талия возникает. Ну, чуть ниже, это максимально, что ты можешь поднять трусы, натянуть. По нижнее ребро, это по уровню пупка будет. Но! Когда у тебя майка заправлена в трусы, в штаны, возникает не просто ощущение, и то, что ты знаешь, что у тебя талия всё-таки есть, ты её знаешь, что она у тебя есть. У тебя происходит как бы то него. Работая у зеркала, работая сам с группировкой, у тебя проходит визуализация того, что у тебя локти находятся на уровне бёдер. Ты встал к зеркалу, локти, группировки, всё, ты нарабатываешь это положение. Есть понимание уровня бедра, уровня плеча. И когда майка висит, ну, ты куда-то локти. Визуально ты не видишь, ты знаешь, что у тебя здесь талия, но визуализации этого нет. Ну, вот такой простой момент, который на самом деле работает для... Да неважно, какой спортсмен. Просто и посмотрите, что ни один высококлассный боксер не работает в майке, которая просто болтается, что-то кросс может бежать, что-то, да и то. Всегда заправлен, всегда... Даже когда заправляю, ощущение... Ты заправил, ты вздохнул, оп! Ощущение талии, ощущение бедра, группировки возникает. Вот самое полное объяснение. Нафига майку заправлять? Пользуйтесь!